всем привет вы на канале сегодня у нас будет небольшая распаковочка с двух магазинов это косты и сам склад и поехали начнем нашу распаковку продуктовую с ней продуктового продукта это будет то что мы купили сам сладок вот так подержи было здорово короче мы купили две подушки цена там где-то 1033 по моему было с налогом значит что нам тут предлагают и говорят я вообще ничего не понимаю короче написано какая-то гель-мемори форм она что гелевая я не знаю мы будем испытывать потом будем рассказывать но в общем типа вот здесь написано что она хорошо комфортно для обнимашек она типа кастомизируется под вашу форму головы если у кого-то треугольная или квадратная то это удобно углом спать в подушку значит можно покрышку с нее стирать и она никогда не сплющится вообще вот у нас в доме так сказать гораздо больше пяти подушек но мы спим фактически с тобой каждого по подушке дети спят старшие на подушках до сашка на и детям мы меняли два или три раза три раза три раза за пять лет а себе на ранее раз или два раз меня подождите на меня ли себе подушки тогда когда покупали получается два раза а ну как один комплект со спали и со спали еще короче мы покупали такой комплект типа одеяло там чем-то да и почему же ставились этот первого одеяла а потому что некрасивая вот так вот бывает вот и в общем моя подушка или некрасивая я не знаю подушка моя сейчас мега плоская вообще я любил жизни только одну подушку на которой больше всего в жизни проспал она со мной переезжала со всеми моими переездами и вот сейчас мы купили эти давай распакуем и покажем что они себя представляют так что же были открытые айц и закрытым открываем клапан достаём очень белая подушка они очень вот она такая короче ну не знаю там было написано рука отпечаталась потому что подожди подожди ну вот она назад приходит заяка посмотри где она сделана наша так вот так вот написано короче вы можете почитать потому что я без очков он не почитал еще и что-то не на все да ну как тебе нравится не понравится за я что там внутри давай посмотрим под замком короче вот это типа сверху можно стирать короче я вам скажу что это такое это тоже самое что у нас лежит в этом самом вот там у нас вот лежит такой big bean вот походу это тоже самое в общем мы сегодня на ней поспим в течение я думаю что в течение недели мы подумаем как это вообще на ней спится посмотрим испытаем а потом решим да потому что ну ну я не знаю в принципе мы спали на синтепоновых сказать что эти будь здоров поролоновые или синтепонов короче они такие же синтетические какие-то да короче будем испытывать потом расскажем если у кого-то есть опыт покупки подушек в калифорнии рассказывайте делитесь опытом это что гарантия годовая гарантия и девушка с очень довольным лицом обнимает другую одна одна спина а вторая все на другой потому что они намекают нужно было другую другую почему на другую но она выглядит не так она просто с какой-то этой самой ну правила возврата очень простые испытываем не нравится возвращаем нравится покупаем все если у кого-то есть опыт поделитесь ты зайка все время выпадаешь из кадра и люди видят твою не половину какую-то делитесь опытом рассказывайте про подушки на каких вы спите вот а мы переходим уже к продуктовой части так первым опытом у нас сегодня будет вот такой сыр чеддер чеддер чиз но он какой-то а это получается чеддер белый и чеддер не белый да поэтому он такой типа микс в общем как бы сашка его больше всего любит а сыр мы покупаем под сашку потому что он у нас руководит потому что сырным процессом больше так ничего не это самое не перебираю в общем сыр нам нужен чтобы делать из них всякие из него из них из него бутерброды добавлять бутерброды в бургеры на пиццу на пиццу потом вот катарина делает мы покажем из чего она делает эти как они называются тортелос тортелос или бурритос короче да короче это все название когда в блин что-то заворачиваешь чем больше завернешь всем лучше чем больше остатков в холодильнике со вчерашней еды ну давай мы просто просто начали расскажу про сыр а внутри шин факт смотрите как то чтобы не отражалась и его ингредиенты но если кому-то надо больше поставьте на паузу пожалуйста так и сразу переходим когда вот открытие так сказать но вы видели сыром вот такой вот меленькая стружечка мы его открывать не будет когда будем делать это вот покажем как он рассыпается давай я покажу а а вот это вот прошлый раз катаринка купила мы покупали немножко не такие да но похоже катаринка выбрала в костке так он посветит зараза ничего не покажет короче здесь 40 штук блинчиков весит это кило 650 стоит около 4 долларов значит вот такие вот здесь есть nutrition факты и всякие другие ингредиенты я показал особых никаких нету на них каких-то там значков против дел сейчас мама нам покажет что это такое это такое они способны по 20 штучек такие мешочки покажи как она тоненькая это очень тоненький такой блинчик классный но запах честно говоря у него немножко такой кисловатый они очень-очень тонкие такие прямо просвечиваются вот и катаринка с них крутит блины ну напоминают по запаху знаете что тесто на воде нет они по запаху я сейчас поняла что напоминает моя бабушка папина мама на коробу держал и она блины делала не на мароке на сыворотке нет коровы когда она там творог делать вот очень напоминает именно сыворотку по запаху ну когда запах какой-то из детства мне не нравится что он немножко кисловатый но когда она начиняется какой-то ветчиной рыбкой мяском сыром кетчупом васаби просто не чувствуешь того сюда такая вкуснище получается но в общем мы покажем как катаринка крутит мутит это будет лучше чем очень хорошо да чем рассказывать так следующим номером программы а да ну давай сырную фабрику закончим так сыр короче называется стринги для тех кто не знает почему он называется стринги сейчас мама расскажет они для тех кто не ходил с нами в магазин мама рассказывает анекдот недели про стринги я не буду рассказывать уже надоело я уже его всем рассказывала не все были в магазин бабушки расскажи мне он веселый я забыла ну там типа клава ты с этой земли нет сонечкой но я забыла видишь тогда он был софочку и софочка и что я таки вам могу сказать вы конечно вчера на пляже произвели фурор но стринги нужно одевать все таки тоненькой полосочкой назад в общем здесь находится вот таких вот 60 палочек зайка сколько он стоил ты не помнишь так в нем значит в одной палочке 28 грамм 80 калорий ну и вот такие вот всякие вот в нем nutrition факты и ингредиенты передними зубами не кусаем которые очень дорого стоит вот такие вот у нас короче ну по рекомендации доктора передними зубами нельзя кусать напрягать их потому что ну в общем это брейсис и которые наклеены как-то на зубы и надо беречь чтобы их не отрывать поэтому детстве они идет плохой я потом уже один второй раз он уже упал в общем не все можно продукты кушать да есть определенные а так как катарина у нас с брейсисами только один месяц она у нас еще не настолько опытный товарищ антон у нас с брейсисами умудряется есть орехи он уже у нас умудряется есть даже орехи и при этом честно говоря кроме жевачек жевачками не дает а так но и доктор выдал вот такой список ограничений доктор выдал вот такой вот прям список ограничений чего нельзя совсем есть чего можно но нужно очень 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 мелко нарезать что ограничить ну в общем там я для себя решила так жевачку давать нельзя конечно яблоки грызть не стоит там что-то твердое но в основном лучше жеваную кашу так все это весело в общем сыр вы видели как выглядит это вот такие стринги короче переходим к следующему продукту так из сэмс клаба приехала вот такая вот золотая медаль ну тут показывать особо ничего вес 544 или 12 лб или сколько в деньгах зайка это приблизительно короче около пяти долларов это намного дешевле получилось чем смарт инфайм почему-то мы муку никогда не покупали в сам слабит всегда почему-то смарт инфайм убрали так что здесь показать это пока я вижу только как готовить банановый пирог до малышка тела мне так ну вот и и короче внутренний факт смотрите вот ее ингредиенты короче помощники сейчас пока распаковка сточат весь сыр у нас давно не было давно не было такого сыра и дети расточились так значит антоша круассаны подавать суде пожалуйста так круассаны из м склада 498 это уже соски почему она здесь главно там стоит цена тут скидка но они короче почему-то 498 вот такие вот классные круассаны что мы с ним где мы их просто режем вдоль напихиваем туда опять тем же да маришка их нюхает потому что иначе весы потом начинают вращаться не в ту сторону а детям короче мы их разрезаем вдоль посыпаем сыром поливаем кетчупом закладываем мясными изделиями опять сыр сверху фотка и либо в духовочку в духовый шкафчик собой нас вообще либо высоче а саша да просто глушит круассаны в нем больше французских кровей наверно поэтому по круассану и по французской так дальше чипс